Братья и сестры, слава нашему Господу, мир вам, я благодарю за предоставленное слово и хочу вместе с вами поздравить крещённых, уже у вас двойной праздник сегодня. Первое – это встреча с Иисусом Христом, потому что всякий раз, где двое или трое имя Его собрано, там, говорит Он, Я посреди вас. Это для нас праздник, потому что Он всегда делает какое-то дело, когда встречается с нами. Так было всегда, Он не изменяется, слава Ему вечная. Ну а потом, это очень важное событие, когда, ну в основном, молодые люди дали обещание Богу служить в доброй совести. Началась новая жизнь, и я тоже хочу поздравить и пожелать обильных Божьих благословений, чтобы ваше служение было успешным перед Господом, чтобы люди, смотря на вас, на ваше служение, могли понимать, что вы – Божьи дети, представители Небесного Отца на этой земле. Благослови вас в этом Господь. Друзья мои, я хочу поздравить также родителей. Я вас очень понимаю. Я знаю, что вы молились о своих детях. Вы желали, чтобы настал этот момент, когда ваши дети пообещают Богу добрую совесть. Вот это свершилось. Бог услышал эти молитвы и благословил ваших детей и вас. Слава нашему Господу. Братья и сестры, я немножко о себе. Я, как уже сказал брат, пастор, приехал из Украины, из Винницы. Ну вы знаете, у нас там обстановка такая серьезная, горячая точка сейчас, Украина. Поэтому я просил бы вас в ваших молитвах, вспоминайте Украину, чтобы не было войны, чтобы люди там не погибали, а чтобы спасались. Потому что у нас на Украине время евангелизации все-таки продолжается. И миссионерство, и евангелизация продолжается. Я из Винницы, у нас в самой Виннице там 14 церквей, вот, мое служение по Виннице. Вот, ну и, как и у вас здесь, народ Господний трудится, они и евангелизируют, и у нас есть различные поприща, служения. Вот, вот сейчас, когда я здесь, братья отпустили, благословили, но там у нас проходят различные служения. Ну вот, например, собираем инвалидов, которые в основном колясочники с Украины. Вот, очень такое важное служение, потому что для многих из них это один раз в год. Вот, их опускают с ихних этажей на землю, и они имеют такое общение друг с другом, с христианами. Многие из них уже стали христианами, вот, благодаря таким встречам. Вот, и мы просто не могли отменить вот таких, вот, таких служений, потому что понимаем, что для них это ихняя жизнь, это ихняя радость и так дальше. Вот, вот, ну, у нас есть также, ну, я не буду подробно говорить, есть много таких служений, в которых мы участвуем, в которых и вы здесь, похоже, участвуете. Есть у нас и детские служения, и дома, где дети при живых родителях даже остаются сиротами. Мы ими занимаемся также. Есть люди, которые уже прошли, ну, скажем так, очень много в своей жизни хлебнули этого греха. И там есть реабилитация для них, тоже занимаемся. Ну, основная у нас такая нужда – это строительство молитвенного дома. У нас есть нужда такая в том, чтобы иметь место, где собираться к народу Божьему. Ну, я хотел бы поделиться с вами Словом Божьим. Поскольку мы сегодня говорили, напоминали о крещении, то я хочу сказать, что крещение было в жизни Иисуса Христа. Во исполнение всякой правды Он принял крещение в водах Иордана. И через это крещение началось, после крещения, началось публичное служение Иисуса Христа, Его миссия, и закончилось на Голговском кресте, когда Он сказал, совершилось наше спасение, слава нашему Господу. Об этом крещении я хотел бы немножко напомнить. Ну, то, что вы знаете, ну, это как напоминание сегодня. «И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и опускался на Него. И стиглась небес глаголющийся, и есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Слава нашему Господу. Я прочитал это, как я понимаю, особенное место, потому что в этом месте Священного Писания написано вот в таком формате о триединстве Бога. И тема моей проповеди «Три свидетельства о Боге». Знаете, друзья мои, это очень важно, иметь свидетельство. Если бы я спросил сегодня, кто спасен, кто имеет жизнь вечную, я думаю, чтобы все вы сказали утвердительно, да, мы имеем спасение, мы спасены, слава нашему Господу. Ну, а какое свидетельство этому, что мы утверждаем? Я имел такой случай в своей жизни при пересечении границ, я там вот спрашивали, куда, что, как, ну и я там объяснял, кто я, и так дальше. Ну, а у меня в кармане было это свидетельство, что пастырь. И он так попробовал, а что это такое? Я ему в этом и показал. Ну, все вопросы отпали. А, окей, окей, все, проходи. Оказывается, пастырей еще уважают здесь. То есть я говорю о свидетельстве. То, что я говорил там, ну, они так слушают, ну, не знаю, верят, не верят, это такое дело. Иногда он посмотрел бумажку, да, свидетельство, это для него, это важно. А, все, окей. Итак, есть свидетельство, братья и сестры, нашего спасения. Свидетельство того, что мы Божьи дети. И это свидетельство дано нам по милости Господа. И Иоанн говорит о том, что свидетельствует три на небе и три на земле. На небе свидетельствует Отец, Слово и Дух Святой. Свидетельство Отца мы с вами сегодня прочитали. Когда Иисус вышел из воды после крещения, то был глаз, который слушали, который слышали люди. И Иоанн говорил, что этот Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Слава нашему Господу. Еще одно свидетельство, это на горе Преображения. Там тоже, все есть, Сын Мой возлюбленный, Его слушайте. Это слышали уже избранные ученики Иисуса Христа. Второй свидетель, Дух Святой. И Он в виде голубя сошел на Иисуса Христа. И это было тоже свидетельством для людей, которые смотрели на это, которые были присутствующие там, при крещении Иисуса Христа. Это было тоже свидетельством о Боге. О том, что Он Агнец, который пришел взять грех мира на Себя. Ибо это было свидетельство о Боге. А потом Слово, это сам Иисус. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Так написано. И Иисус о Себе свидетельствует. Он говорит, что Я пришел в мир не для того, чтобы Мне служили, а чтобы послужить и отдать жизнь свою для искупления многих, пролить свою кровь. Слава нашему Господу. Вот три свидетеля, которые являются основанием нашей веры. Слава нашему Господу. И далее написано, что еще есть три свидетеля, которые свидетельствуют на земле. Братья и сестры, и это свидетели для того, чтобы... Для того, чтобы мы имели веру, святейшую веру, о которой говорит апостол Иуда. А вы, возлюбленные, наседая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, и дальше ожидайте милости от Господа для вечной жизни. Слава нашему Господу за то, что мы имеем, братья и сестры, вот этих трех свидетелей. Я для иллюстрации тех свидетелей, которые очень важны для нас, и которые мы с вами, как народ Божий, имеем, хотел бы проиллюстрировать это из Старого Завета. 29 глава Исход. Написано так. «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне». Эти слова были сказаны Моисею, который должен был посвятить Аарона и сыновей его на священство. Они не имели права приступать к служению и быть посвященными священниками перед тем, как совершилось то, что повелел Бог совершить Моисею над Аароном и сыновьями его. И там есть три таких положения. Написано так, что они должны быть омыты водой. «Аарон же и сыновья его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водой». Это одно положение. То есть мы сейчас исследуем три свидетеля, которые даны на земле для нас с вами. А какое это отношение имеет к нам? Мы читаем про священство Старого Завета, про Аарона и его сыновей. Апостол Петр говорит о том, и это я подтверждаю Словом Божьим, то, что вы знаете и утверждены в настоящей истине, и слава нашему Господу, что мы являемся с вами священниками Нового Завета. И не просто священниками, а царственным священством по милости нашего Бога. Слава Ему! И это потому, читая вот эти образы, прообразы Старого Завета, мы можем на простых примерах и понятных открывать большие, великие духовные истины, которые так важны в нашей жизни. Слава нашему Господу! Второе, на что я хотел обратить внимание, это кровь, которая должна была быть возложена на их тело, на ухо и на правый палец. И третье, о чем здесь написано, и возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его. Итак, три положения. Первое – это вода. Это они должны быть, священники, которые приступали к служению, они должны быть омыты водою. Вода, мы понимаем, для нас – это Божье Слово, слава нашему Господу, который имеет силу и власть нас очищать. Вы помните слова, которые сказал Иисус Христос ученикам своим на вопрос, на их желание? Они хотели быть чистыми. Господи, очисти нас, освяти нас. И помните, что он им сказал, вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. И это Слово, Слово, драгоценное Слово Евангелия, оно имеет такую власть, такую силу, когда мы его читаем. И Дух Святой нам объясняет это, ибо мы читаем его с молитвою и с нуждой перед Богом. Боже, ты объясни, потому что его автором является Дух Святой. И он объясняет это Слово. И когда мы читаем с такой верой, с такой надеждой, с такой просьбой к Господу, оно действует в нас. Слава нашему Господу. И действует, как очищающее средство. Второе, о чем здесь написано, это кровь. И кровь, она была тоже для очищения. Мы с вами должны знать, друзья мои, священники Нового Завета, что одного свидетеля Слова Божьего мало, второй свидетель – это кровь. Кровь Иисуса Христа, Анца Божия, пролитая за грехи наши. Слава нашему Господу. Знаете, есть такое место, я сейчас вот вспоминаю, написано, и была радость великая в городе Том. Речь идет об одном из городов Палестины, куда пришел проповедник, Слава Божьего. И он рассказал людям, что вот теперь уже на этой земле можно быть святым и без греха. И они приняли это верою. Ибо речь шла об Иисусе Христе, о крови святой, которую Он пролил, которая имеет власть и силу очищать человека от его греха. И принявши верою, они освободились от греха, и радость наполнена их сердце. Слава нашему Господу. Это был мощный свидетель о том, что Иисус Христос жив, и что они являются особенным народом, с которым дело имеет сам Господь. И третье, о чем я здесь читал, Моисей взял рог с елеем и вылил на голову Моисея и его сыновей, посвящая их на служение. И это означает крещение Духом Святым. Помазание елеем несет в себе суть Святого Духа и крещение нашего во Святом Духе. Слава нашему Господу. Вот три положения, которые сделал Моисей по повелению Божьему. И это означало, после этих трех моментов они могли вступать в свое служение как полноценные служители Божьи. Слава нашему Господу. Друзья мои, говоря об этом, мы сегодня проверяем свои сердца, свою жизнь, свое служение, друзья мои. Как у нас этим. Ибо это самое время, друзья мои. Я сегодня говорю ко всем, ко всей Церкви, ко всем, которые уже дали обещание Богу доброй совести и с акцентом на тех, которые сегодня вступают в публичное служение Господу своему и своему Спасителю. И я хочу сказать, друзья мои, что мы с вами должны проверять, как эти свидетели, они свидетельствуют в нашей жизни, как мы слышим ихний голос. Когда мы читаем Слово Божье, каждое утро, как когда-то народ израильский, которому была послана манна, они каждое утро до восхождения солнца, у них был труд, они собирали эту манну по крупицам, потому что это была их жизнь. Для нас это тоже жизнь. И при том, при том это на каждый день новое слово, новое помазание. Слава нашему Господу. И к этому надо прилагать усилия, братья и сестры. Я уверен, говорю то, что вы совершенно хорошо знаете. Но если задать вопрос, а получается у нас так или нет, это уже может быть вопросом, правда? Потому что вы здесь рано очень встаете, вам утречком надо на работу. Но, друзья мои, я понимаю, что необходимо, очень необходимо запастись той пищей, и тогда вот этот свидетель будет на протяжении дня говорить нам о Боге, говорить нам о Божьей любви. Он будет свидетельствовать, что мы есть народ Божий. Он будет научать нас, он будет вести нас. Слава нашему Господу. Братья и сестры, уверенность в нашем прощении также должна быть сопровождать нас. Это второй свидетель, друзья мои. Это так необходимо. Сегодня говорилось о грехах. Друзья мои, невозможно, чтобы грех был в христианине. Он исковеркает всю жизнь. Он поломает все. Он имеет тоже такую власть, друзья мои. Но мы можем здесь регулировать вопрос. У нас есть Иисус Христос. У нас кровь Иисуса Христа, который очищает от всякого греха. Слава нашему Господу. У нас есть выход. Через исповедание, покаяние мы снова идем к Богу. Хотя мы оскорбили Его своим грехом, но мы вновь идем к Нему, и мы просим у Него прощения, и мы Его одерживаем, это прощение. Слава Господу. Для этого Он пришел на эту землю. И третий Дух Святой, который ведет нас, братья и сестры, который производит нас хотение и действие. Друзья мои, и это тоже нам сегодня, я призываю себя, всех нас, проверить вот это положение. Написано, что Он производит в вас хотение и действие. Как с этим? Что Он производит в нас? Что нам хочется? Это очень прекрасно, друзья мои, когда был закон, там было слово «надо». Вот надо сделать, надо так, надо выполнить заповедь. Новый Завет. И мы счастливы с вами в том, что Бог так сделал, что мы, живя и исполняя Его заповеди, хочем делать и выполнять Его волю. Слава нашему Господу. И в этом наше счастье. Когда мы делаем то, что нам хочется, это очень прекрасно и хорошо. И Дух Святой, когда мы Его не оскорбляем, Он производит эти и хотения, и действия. Слава нашему Господу. Да благословит Бог нас всех, братья и сестры, чтобы мы могли доверять этим Божьим свидетелям, чтобы мы были управляемы Духом Божьим, нашим Господом, чтобы имя Его было прославлено в жизни нашей, в нашем служении и в нашем хождении во имя Иисуса. Слава нашему Господу. Аминь. Я сейчас хочу вместе с вами помолиться, братья и сестры. Давайте мы встанем на наши ноги. И мы поблагодарим нашего Господа за то, что Он наш Бог, а мы Его дети, за то, что Он позвал нас в Свою вечную славу и Царство, за то, что Он любит нас, за то, что Он сопровождает нас, за то, что Он прощает нас, за то, что милость Его обновляется над нами каждое утро. И мы попросим, чтобы Он принял нашу хвалу и чтобы она была как приятный Ему фимиам, славим нашего Господа. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы величаем Тебя. Мы превозносим Тебя, ибо Ты достойный хвалы и славы, поклонения и чести. Ты святой, вечный и превознесенный. Аллилуйя!